Как один тракторист нашел ценный клад и решил свои финансовые трудности и проблемы? Ссылка на источник, друзья, находится в описании под этим самым видео. А я говорю всем вам, поехали! Поехал как-то автор, или точнее герой этой статьи в соседний район сделать ремонт топливного насоса. Заехал на АЗС, там к нему попутчик напросился, дедок лет 75. По дороге, естественно, они начали разговор. Дед узнал из какого поселка, сообщил ему, что когда-то был в этих местах, работал бульдузеристом на постройке плотины на местной речке. Плотину совхоз делал для надежного водозабора, чтобы обеспечить бесперебойное орошение поливных лугов, полей установками фрегат. Автор прекрасно помнил середину 70-х, когда на мелководной речке за селом стали возводить довольно серьезное сооружение, то есть плотина. Он и его друзья тогда учились в школе и весьма часто ездили на мотоцикле посмотреть на строительство. Когда большой котлован стал наполняться водой, то строители как-то незаметно и быстро избавились от железного мусора, которого там очень весьма много скопилось, и этот мусор они потихонечку, не спеша, начали топить в той самой речке. Весьма странно, конечно, но как есть. Вскоре большой пруд, образовавшийся в результате постройки плотины, стал излюбленным местом отдыха односельчан. В нем развелось очень много различной диковинной рыбы, что было немаловажным, особенно для местных любителей провести время за удочкой, всем тем, кому приятно сходить на рыбалочку. В общем, от постройки плотины были одни плюсы. Луга поливались фрегатами и давали обильный урожай травы для сена. Люди имели возможность искупаться в летнюю жару, а рыбакам, конечно же, было куда ездить и что ловить. Все это он рассказал своему попутчику. Конечно, затронули и нынешние непростые времена, а также хроническую безработицу в селах. Также дедок, хочу заметить, поделился с собеседником, что приходится работать трактористом на черпачке в поселковом ЖКХ за весьма и весьма скудную минимальную заработную плату. Иногда удается сделать прибавку к зарплате за счет сдачи ржавого железа, металлолома, который остается при ремонте теплотрассы или различных водопроводов. После этого сообщения, я должен заметить, дедок-попутчик заметно оживился и стал расспрашивать, что сейчас с плотиной, не размыло ли небольшой овраг на правом берегу плотины. И когда он узнал, что оврага уже давно не стало, его заровняли еще при строительстве плотины, то посоветовал при случае обязательно покопаться на месте бывшего оврага. Когда сдавали объект, то есть в те давние времена, то все лишнее железо с территории сгрудили бульдозером и скинули в эту, как раз ту самую природную яму. И он сам участвовал в уборке территории и потому знает, что тонн 30 металлолома в этом овраге уже давно-давно как закопано. За эту информацию наш герой довез этого старичка, этого дедушку до самого дома. В начале лета наш персонаж, наш герой, выбрал время и доехал на черпачке до бывшего оврага. Слегка заглубившись ковшом на месте забаленного оврага, он сразу же наткнулся на металл. На другой день взял отгулы, конечно, и выкупив трактор для личного пользования, приступил к раскопкам. За три дня интенсивной, такой вот знаете, хорошей, качественной работы перевез к себе на участок очень огромную, большую груду арматуры, уголков, швелеров, увесистых обрезков, желобов и прочего-прочего всякого различного металла. Кроме того, он даже откопал два обгоревших сварочных трансформатора с метной обмоткой. После реализации этих экспонатов, еще советской, я бы сказал, расточительности, ему хватило средств, чтобы поменять свою старую Нивушку на новую с автосалона. Итак, автору даже кажется, что весьма много таких кладов, он бы сказал, вот таких вот, знаете, настоящих таких вот жил, можно еще откопать на местах бывших советских совхозов. В общем, проще говоря, повезло ему с попутчиком, и здесь ничего не скажешь, дед оказался настоящим волшебником. Спасибо. Спасибо.